Первое послание Коринфянам святого апостола Павла Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны, Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, «Перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И пришедшим им к народу приступи к нему человек, кланяясь ему и глаголе, «Господи, помилуй сына моего, и, как он на новом месяце беснуется из лес траждет, множицу его падает во огонь, и множицу его в воду, и приведох его к ученикам твоим, и невозмогоша его исцелите». Отвечав же Иисус рече, «О родине верной и развращенной, доколе буду с вами, доколе терплю вас, приведите мне его семам, и запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцеле отрок от часа того». Тогда приступше ученицы Иисуса Виединому реша, «Почтом мы невозмогохом изгнать его». Иисус же рече им, «За неверствие ваше, аминь Бог глаголе вам, ащи мать и веру, як озерна горушно, речете горе сей, приди отсюда таму, и придет, и ничто же невозможно будет вам, сей же род не исходит, токмо молитвою и постом». Живущим же им в Галилее рече им Иисус, «Предань имать, быть и Сын Человеческий, врутся человеком, и убьют его, и в третий день восстанет». Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и заповеди его исполнять. Святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает совершенным не исполняющего заповеди. Если и по крещении бываем мы подвержены греху, то это не потому, что несовершенно было крещение, но потому, что мы не родим о заповеди и пребываем в самоугодии по собственному нашему произволению. Волю нашу и по крещении ни Бог, ни сатана не преневоливает. В крещении таинственно освободились мы от рабства греху по написанному «Яку закон Духа жизни освободил меня есть от закона греховного и смерти». По причине же нерадения, делания заповедей, очистившего нас, мы подпали действию греха, поскольку не исполняли заповедей, то снова сделали с пленниками врага. Человек по своей воле, где любит, там и пребывает, хотя и крестился, потому что самовласть и не преневоливается. Когда Писание говорит, что нужницы восхищают Царствия Небесные, то говорит сие о своей воле, дабы каждый из нас понуждал себя после крещения не уклоняться к злу, но пребывать в благу. Получившим силу к исполнению заповедей как верным, Господь заповедует подвязаться в них, дабы не возвращаться назад. Подвиги не суть что-либо особое от заповедей, они суть заповеди. Покажи мне подвиги, кроме заповедей. Если укажешь на молитву, это есть заповедь. Если скажешь о низложении помыслов, и это заповедь, трезвитесь и бодрствуйте. Если о посте и бдении, и сие тоже есть заповедь. Если укажешь на самоумерчление, и это заповедь, и какое бы ни сказал ты дело подвижнической добродетели, все они суть заповеди. Цель подвижничества – точнейшее исполнение заповедей. Святое крещение дает совершенное разрешение от рабства греху, как и покаяние. Связать же себя снова пристрастием или прибыть разрешенным через делание заповедей есть дело самовластного произволения. Если помысел укосневает в какой-либо страсти греховной, то это от самовластного пристрастия, а не по какой-либо неволе. Мы по Писанию имеем власть помышления низлагать. Лукавый помысел для низлагающих его в себе есть знак любви к Богу, а не греха. Ибо не при рожении помысла есть грех, но дружеская с ним беседа ума. Если не любим его, то зачем медлим в нем? Невозможно, дабы что-либо от сердца нами ненавидимое продолжительно собеседовало нашему сердцу без нашего злого участия в этом. Когда по святом крещении, будучи в состоянии исполнять заповеди, не исполняем их, тогда и не желая этого, бываем содержимы грехом, опять падаем в рабство греху, пока покаянием не умолим Бога, направляясь ко всем заповедям Его, и Он истребит грех нашего самовласти. Ты облегся во Христа крещением и имеешь силу и оружие низлагать помышления. Если же, имея на них силу, не низлагаешь их от первого прирожения, то очевидно, что сластолюбствуешь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. В таком действии сам ты виноват. Иногда без согласия нашего какой-нибудь помысел скверный и ненавидимый нами, как разбойник, неожиданно напав на нас, насильно содержит у себя ум наш. Однако же знай, наверное, что и сей помысел произошел от нас самих, ибо или по крещении мы предавали себя такому худому помыслу, хотя не исполняли его делом, или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла, почему и утверждается в нас лукавый. И он, лукавыми семенами удержав нас, не отойдет, пока не отбросим их. Скверный же помысел, пребывающий в нас через делание зла, тогда изгонится, когда принесем Богу труды, достойное покаяние. Прирожение сатанинское есть в одном только помысле, представляющейся явление лукавой вещи, дело, которое и самому тому, чтобы приблизиться к уму нашему, находит удобство лишь по нашему маловерию. Ибо когда по получении нами заповеди ни о чем не иметь попечения, но всяцем хранением блести свое сердце и искать внутрь нас сущего Царствия Небесного, отступит ум от сердца и от вышесказанного взыскания, тот же сдает место дьявольскому прирожению и бывает доступен лукавому совету. Но даже и тогда дьявол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе бы он не пощадил нас, наводя понудительно всякую злую мысль и не попуская помышлять ничего благого, но имеет только власть внушать превратное в помысле только первой мысли, чтобы искушать наше внутреннее расположение, куда оно клонится, к его ли совету или к заповеди Божьей, поскольку они друг другу противятся. Когда прирожение помысла ненавидимого пребывает внутри и закосневает, то это зависит не от нового нашего расположения, но от прежнего восприятия. Такое прирожение стоит на месте неподвижно, одномысленным. Негодование сердечное возбраняет ему перейти во многомыслие и страсть. Одномысленный, голый помысел, ненавидимый, внимающим себе, не имеет силы увлекать ум в многомыслие. Это бывает только при сердечном с ним сострастии, а потому, если мы совершенно отступим от всякого сострастия, то явление в уме прежде принятых образов всегда будет одномысленно и вредить нам более не может или осуждать совесть нашу. Когда ум познает безуспешность своего противления прежде принятым образом, впечатлением, и исповедует Богу прежнюю свою вину, тотчас упраздняется и самое сие искушение и ум. Снова имеет власть вынимать сердцу и всяцем хранением блюсти онное молитвою, покушаясь войти во внутреннейшее и безопасное клетье сердце, где уже нет ветров лукавых помыслов, бурно реющих и не излагающих душу и тело в стремнины сладострасти и в поток нечистоты. Нет широкого и пространного пути, усланного словами и образами мирского мудрования, которое обольщает последующих ему, хотя бы они были весьма мудры, ибо чистые внутреннейшие клети души и дом Христов приемлют внутрь себя ум наш, обнаженный и не приносящий ничего от века сего, будет ли то оправдываемо разумом или нет, разве только три сия, поименованные апостолом, веру, надежду и любовь. Итак, кто любит истину и желает трудиться сердечно, тот, по сказанному выше, может не увлекаться и прежде принятыми впечатлениями, но внимать своему сердцу, преуспевать в достижении к внутреннейшему и приближаться к Богу, только да не не брежет о трудах молитвы и жительстве по Богу, ибо не может не трудиться сердцем тот, кто внимательно воздерживает себя всякий день не только внешне, но и внутренне от мысленных парений и плотских сластей. Не испытывать прирожение зла есть принадлежность одного естества непреложного, а не человеческого. И Адам был доступен сатанинскому прирожению, но имел власть послушать его или не послушать. Прирожение помысла не есть ни грех, ни правда, но обличение самовластной нашей воли. Потому-то и попущено ему прирожаться к нам, дабы преклоняющихся к заповеди удостоить за верности венцев победных, а преклоняющихся к самоугодию за неверность показать достойными осуждения. Но Исиен надлежит знать нам, что не тотчас после каждого нашего изменения отдается по-онному суд, оказались ли мы искусными или достойными отвержения, но когда во все наше пребывание всей жизни будем испытаны прирожениями, побеждая и будучи побеждаемы, падая и востоя, блуждая и будучи наставляемы на добрый путь, тогда только в день исхода по сочетании всего с размерной сему будем судимы или похваляемы. Итак, не при рожении есть грех, вовсе нет, ибо хотя оно и невольно, без нашего согласия нам показывает вещи в одном лишь помысле, но мы получили от Господа власть духовного делания, и в нашем самовласти состоит при первой мысли, испытав вредное и полезное, отвергать или принимать помыслы, которые умножаются не по нужде, но от душевного расположения. Поскольку душа наша, помрачившись сластолюбием и тщеславием, не спала во глубину неразумия, то не слушает ни заповедей писания, ни естественного разума, ни рассмотрения опытных, а следует лишь одним своим умышлением. Почему, удерживая в себе причины этого зла, она не может быть свободна и от свойственных им действий. Каждый, поскольку верует Господу о будущих благах, презрев человеческую славу и удовольствие, постольку и помыслы удерживает, и настолько бывает спокойнее того, кто любит удовольствие. Потому мы и различаемся друг от друга и по помыслам, и по жизни. Достоверно знай, что Господь зрит на сердца всех людей. Из-за тех, которые ненавидят первое появление лукавых помыслов, тотчас заступается, как обещал, и не допускает, чтобы множество многомыслей их, восставшее сквернило ум и совесть их. А тех, которые не низлагают первое прозябение помыслов верою и надеждой на Бога, но услаждаются ими, оставляет, как неверных без помощи, быть биемыми последующими помыслами, которых не удаляет, ибо видят, что мы любим первое их прирожение, а не ненавидим их при первом появлении. Никакая власть не принуждает нас насильственно ни к добру, ни к злу, но кому мы по нашей собственной воле работаем, Богу или дьяволу, тот потом поощряет нас ко всему, что составляет его область. Помилуй мя Боже, по велиции милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, не пачу умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю и грех мой предо мною есть вынок, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдившись во слове всех Твоих и победиш и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть и во гресе родимя мати моя, себо истину возлюбил и си безвестная и тайная при мудрости Твоей я явил миеси покропиши мя и сопом и очищуся помы и шимя и пача снега убелюся слуху моему дать радость и веселье возрадуются кости смиренные от вратили лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти сердце чисто созижди во мне Божий дух прав обнови его от роби не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отыми от меня воздашь мне радость спасения твоего и духом младычным утверди но учу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратяться избавим от крови Боже Боже спасения моего возрадуется язык моей правде Твоей Господи уст немое отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою яко аще бы восхотел если жертвы дал бы хубо все сожжения неблаговолиши жертва Богу дух сокрушен сердце сокрушен и смирен но Бог не уничижит ублажи Господи благоволением Твоим Сиона и до созиждутся стены иерусалимские тогда благоволиши жертва правды возношение все сожигаемая тогда возложат на алтарь Твой тельцы живые в помощи вышнего в крови Бога небесного во дворица кричит Господи Ви заступник мой Иси прибежище мое Бог мой и уповаю на него яко то избавят тебя от святи ловчи и от слави семя тежно плечма своему осенит тебя и под крыльей его надея шися оружием обыдет тебя истинно его не убоившись от страха ночного от стрелы летящие во дни от вещи во тьме приходящие от зрящей бесополуден ногу подет от страны твоя ты сещает молодесную тебе к тебе же не приближится обача чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь яко ты Господи упование мое вышнего положилось и прибежище твоим не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповестья тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках вознут тебя да никогда преткнешь оками ногу твою наспи дай василиска наступишь и поперешь и льва и змия яко намек пова и избавлю и покры и яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его с ним есть скорби и зму его и прославлю его долго тою дни исполни его явлю ему спасение мое помилуй мя Боже помилуй мя як он отепова душа моя и на сень крилу твоею надеюсь адон ниже прийдет беззаконие воззову к Богу Вышнему Богу благодейшему мне посла с небесей спасение мя дадив поношение попирающее имя посла Бог милость свою и истину свою и избави душу мою от среды скиднов поспак смущен сынови человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остр вознесися на небеса Боже и по всей земле слава Твоя сетью готова ногам моим и слекоша душу мою ископаша предлицем моим яму и в подошвь авню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей восстань слава моя восстань псалтирь и гусли восстану рано исповемся тебе в люди Господи воспою тебе во языцах яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя вознесися на небеса Божий по всей земле слава Твоя воздвиг охочи мои в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей яниже воздремлет храня тебя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою в одни солнце не ожед тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твой Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века до века до века твое смейте и небесного бога бога отца и двого твого 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Слава Богу!